Спешащих на литургию в день Прощенного Воскресения в Георгиевском соборе встречает выставка, посвященная Дню Православной Книги, утвержденному в 2009 году Священным Синодом Русско-Православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла. Праздник приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет в 1564 году. Цель выставки – проповедь Слова Божия через книгу. После литургии воспитанники воскресных школ Георгиевского собора и Гребневского храма устроили праздник, дабы отметить последний перед Великим постом – день демонстрации всего, чему научились в воскресной школе. Юные артисты играли на фортепиано, флейте и, конечно, пели. Хор Георгиевского собора регулярно поет за богослужением, но сегодня порадовал зрителя исполнением кантаты «Звери печальные» и «Веселые» Сергея Плешака. Самые юные воспитанники воскресной школы, участники театральной студии, показали сказку «Теремок». Финал оказался почти притчей, поскольку мрачный герой по имени Медведь, растроганный добротой и увещеваниями обитателя «Теремка», просит прощения и воцаряется мир. И не нужно так сидеть, пути все нам помилите. Дружбе членов Одинцовского клуба паралимпийцев «Одинец» и прихожан Георгиевского собора несколько лет. Люди с нелегкой судьбой, тяжелыми заболеваниями, инвалиды по слуху, зрению, с ампутацией конечностей и другими серьезнейшими заболеваниями не просто борются за жизнь. Они являются чемпионами паралимпийских игр, чемпионатов мира и России, регулярно проводят тренировки, доказывая себе и другим, что полезны обществу. Сегодня спорт объединяет более двухсот инвалидов Одинцовского района. Ныне чемпионы показали жим гири и различных весов от 8 до 50 килограммов. Раз, молодец, два, поднимаем, три. Я пробовала 8-килограммовую гирю. Гирю, когда я поднимала, мне очень было тяжело поднимать. Я отношусь вообще отлично с плюсом вот такой. Мы даже хотели что-то еще показать, не успели. Говорю, ну ладно. Даже не можем подойти, они как облепили, елки-палки. Для этих людей даже может быть не спорт это главное, а главное это общаться с себе подобными. Потому что как бы то ни было, в общем-то, это более важнее, чем вот эти спортивные достижения. Такой дружный праздник, день прощения, день заговления на Великий пост. И немножко дух такой любви, который вселяют эти ребята, которые не все могут, но могут подарить свое сердце. И это все очень сочетается. Дети и спортсмены, которые стремятся быть всем, добиться чего-то в этой жизни. Ну, так совпадает. На разные дни у нас эти выступления происходят. И на Пасху будет у нас. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.